20 июля сотрудники и партнёры компании Solar Group из Индии, Болгарии, Германии, Перу и Колумбии посетили строительную площадку Валабушева, где ведутся работы по возведению проектно-конструкторского технологического бюро CivilMash. Гости смогли лично увидеть проведение работ на строительном объекте, услышать информацию о запланированных работах и перспективах проекта и задать вопросы лично Дмитрию Александровичу Дуйнову. И вот то, что в свое время были собраны и привлечены деньги, позволило сэкономить больше 300 миллионов рублей. Если бы тогда этого не было, и мы этого не сделали, не рискнули проинвестировать в изготовление оборудования, загрузить рабочие места и так далее, то сейчас бы стройка уже стояла. Поэтому вот ваша роль неоценима. В принципе, роль партнёров, она неоценима. Можно сказать, что на сегодняшний день народные проекты имеют право быть. Но расслабляться нельзя. Почему? Потому что каркас – это не самое дорогое, что есть. Самое дорогое – это оснащение, начинка. Всё оборудование для обеспечения функционирования зданий. Это энергетика, тепло, вентиляция, водоснабжение и так далее, так далее, так далее. Газы, получение газа. Всё будет находиться там. При этом надо понимать, что часть оборудования уже заказана, трансформаторы изготовлены. Сейчас изготавливается теплотехническое оборудование, тоже заказано, но предварительная проплата. И сейчас настал период, когда авансы мы платили. Сейчас надо платить окончательные расчёты, плюс оплата работ, которые ведутся на площадке. Но, тем не менее, вы можете воочию видеть, потому что кадры кадрами, а сами можете видеть, насколько значимый объект, даже по сравнению с этим. Вопрос в таком, нет ли у нас дорожной карты, что значит каждый этап, что на этом этапе должно исполняться, какие средства или какие денежные средства должны были туда втечь, хотя бы, по крайней мере, по исходу начала проекта 2017 года. Соломаш работает по поступлению. Поэтому дорожная карта – это равномерная разбивка. Весь период разбивают на какие-то равномерные участки. И на этапе, все равно для того, чтобы что-то начинать, закрепляют какую-то сумму. Посчитали, вот на сегодняшний день, сегодняшняя ситуация, это вот столько. С этого старту разбивают равномерно. И уже этапы корректируются, либо по поступлению средств, либо по достижению показателей. Вот у вас есть показатели, вот вы достигли такого показателя. Предпроект сделали, этап. Проект сделали, этап. Прошли госэкспертизу, этап. Получили разрешение сюда, это этап. Зашли, начали строить, этап. Начали монтировать, этап. Закончили монтировать, этап. Отлили, этап. И так далее. Но, помимо этого, есть еще и финансовые результаты, которые достигаются. Но финансовые корректируются из-за чего? Из-за того, что меняется курс, меняется стоимость работы. Поэтому, вот изначально равномерная разбивка, она начинает всплывать в сторону. У нас есть то, что на сегодняшний день дает максимальную рентабельность. Инновация. Почему Силиконовая долина, почему? Что на инновациях самая большая рентабельность. Поэтому, если мы сейчас заходим на этот рынок, перепрыгнуть через нас уже тяжело. Когда будет все закончено, приблизительно в месяц, сколько двигателей можно производить? Ну, приблизительно в месяц. Какая идея, если это? Если производить, то одна линия 17,5 тысяч. Если полностью на производство взяться, ну, это до 87 тысяч. Наша задача спроектировать двигатель. Поставить оборудование для его производства. Запустить его. Научить специалистов. А потом вместе с оборудованием продать. Все, законченный цикл. Человек платит деньги, получает завод. В принципе, у нас сейчас же группа есть, дирекция по строительству. Эти специалисты могут перебазироваться и построить такой завод-девод. Ходите в Индию, ходите в Германию, ходите в Диугод. В любой стране можем построить такой завод и поставить технологию производства. Он спрашивает, ну, к 2024-2025 году можно вот уже думать о том, что строить другие заводы в других странах? Сейчас уже можно. Потому что если задача ставится, значит, надо выяснить, какие двигатели хотите производить. Да мы начнем их сейчас пройти. И к моменту завершения, в 2022 году, мы поставим здесь линейку. И можем обучать специалистов. Можем на своих мощностях там обучать. И уже можно начинать строить здания. Причем делаем опытный образец двигателей. В лаборатории испытываем. Удовлетворяет, удовлетворяет. Стройте завод. Причем это производство будет максимально роботизировано. Но, тем не менее, на линейке мы на этой сейчас первые двигатели сделаем. Первые двигатели сделаем. Которые у нас уже разработаны. Эти двигатели, первая партия, идет к лицензиатам нашим. Те, кто лицензированы, обмотчиками. Потому, что у них есть взаимосвязи с потребителями. Поставим там, будут установлены. И по ним уже пойдет заключение об эксплуатации. Потому, что обмотчики, они уже имеют взаимосвязи. Они берут на себя сервис, гарантию и так далее. И они не сбегут, как по среднему. Компания объявляет о том, что есть уже заказы, есть уже партнеров из других стран. Где какие-то доказательства? Давайте будем говорить так. Потенциальные заказчики на двигателе, либо на производство двигателя. Это разные вещи. Понимаете? Потому, что мы можем и то, и другое. В чем гибкость? Потому, что если где-то что-то, мы переключаемся на другую продукцию. Если есть разработка, пока ведется разработка, мы можем производить двигатели. Никто нам не мешает, потому, что надо получать доход. Не будете поставить оборудование, сидеть, содержать вот это все здание. Мы поставили линейку и клепаем двигатели. Получаем деньги и делаем разработки. Сейчас в разработке 54 двигателя. Всего лишь да. Причем уже треть из них готова. Это двигатели вообще промышленные. Вот и как только позволят оборудование, оснастка уже под них заказана, тоже пришла. Часть оснастки пришла, часть еще будут отправлять. Он придет вместе с оборудованием. И мы начнем. Встреча с Дмитрием Александровичем – важное событие для партнеров из разных стран. Каждый уехал с ценным опытом общения и ответами на вопросы. О своих впечатлениях партнеры расскажут лично в будущем видеоматериале. Следите за нашими новостями.